На минувшей неделе Аким Гордерки Булан Байхметов принял участие в отчетной встрече Акима села Карабулак и Эргильды Айтимова перед населением. В ходе доклада Акимом села был отмечен заметный рост всех видов поголовья скота. По его словам, в ближайшем будущем крестьянским хозяйством Байгазы планируется приобретение 150 голов крупного рогатого скота. Для этого уже построены две фирмы на 500 голов. Также крестьянским хозяйством Береке дополнительно закупается порядка 200 голов маточного поголовья казахской белоголовой для разведения племенного хозяйства. Крестьянство уже имеет 400 голов крупного рогатого скота. Кроме того, только за прошедший период в селе начали свою деятельность по развитию животноводства 6 индивидуальных предпринимателей. Азат Ед провел работу среди населения по вопросу создания производственного кооператива по откорму крупного рогатого скота. Этот пилотный проект создан для развития личного подсобного хозяйства. Суть программы заключается в том, что кооператив забирает КРС на откорм к себе на фирму довольно до определенного веса, после чего члены кооператива могут забрать этот вход и реализовать на свое усмотрение. В перспективе собираются закупать у нас молоко, обеспечивать членов кооператива кормами, оказывать литернарные услуги. Корма обещают не только сено, но и сенаж и комбикорма по себестоимости. Аким Сева также сообщил о достижениях в области спорта и культуры. Так, в 2019 году библиотека Села была признана самой лучшей модельной библиотекой. В рамках реализации проекта «Цифровой Казахстан» будет продолжена работа по модернизации библиотеки. В турнире по мини-футболу среди поселков, сел и сельских округов, который проходил в Степногорске, сборная Села Корабулак заняла первое общекомандное место. Вместе с этим Аким Сева подчеркнул, что в текущем году планируется открытие тренажерного зала для молодежи. В свою очередь Аким Гордер Кибулан Бехметов уделил особое внимание максимальному вовлечению жителей села в развитие малого и среднего бизнеса, в частности, в развитие животноводства. Если будет предпринимательская инициатива, то надо ее поддерживать. У нас есть для этого и филиал нашей палаты Атамикен, у нас для этого есть наш отдел предпринимательства. В первую очередь есть Аким Ваш, который здесь на месте должен поддерживать эти инициативы, отрабатывать. И в рамках госпрограмм через центр занятий с нашим отделом, здесь сидят эти вопросы, которые решают они и по обучению, и по переобучению. Эти вопросы должны решаться в регионе. Потому что регион, у вас правильно было сказано, очень перспективный, в частности, в развитии животноводства. Очень большие перспективы есть. Здесь можно много чем заниматься, и правильно было сказано сегодня, что действительно, что Харабулак по факту может весь стеновоз кормить при хорошем подходе, хозяйственном подходе и хорошем правильном развитии этого региона. В завершение отчетной встречи с жителями села были затронуты вопросы, касающиеся сферы здравоохранения и ветеринарии, а также выделения земель сельскохозяйственного назначения. На все заданные вопросы были даны ответы и разъяснения. Ответственным руководителям даны соответствующие поручения. Также глава города отметил спецпроект «Аул Ельбисыгэ», в котором участвует село Корабулак. Целью данной программы является улучшение качества жизни на селе и модернизация инфраструктуры сельской территории. Есть у нас огромная программа «Аул Ельбисыгэ». В рамках программы у нас до 1927 года расписывается вложение в опорные села, средние села. Вы знаете, доводил до вас, нет. Корабулак у нас является опорным селом. Соответственно, хочу сказать, что на 2025 год в рамках этой программы будет предусмотрено финансирование на Корабулак. И первое, о чем мы говорили, о чем вы постоянно говорите, да, то есть это проект клуба нового и ремонт дорог, асфальтового покрытия, практически текущие полностью по всему селу. Если эти проекты все будут поддержаны, то вот мы сейчас начнем работать над тем, чтобы ПСД посмотреть, разработать, и чтобы мы могли заложиться уже в план финансирования на следующий трехлетний период, потом дальше. Продолжение следует...